После разогревающей разминки начинается работа над стойками Денису Клюеву. Хватает пару минут, чтобы заметить основные недочеты. Тут же собирает всех вокруг и начинает объяснять на конкретных примерах, что ученики делают не так. Обладатели желтых, синих, зеленых поясов схватывают мгновенно. Я узнала, что не надо возвращать руку к поясу, что какая правильная стойка должна быть. Противника держать рукой, прыгать правильно в стойке. Надо держать руку на уровне головы противника переднего, чтобы быстрее ударить ей в голову. А около головы, чтобы во время удара тени попали в голову. Тренер просит повторить то же упражнение на татаме. Смотрит, насколько правильно его поняли. Кого-то поправляет. Если нужно, еще раз объясняет, чтобы новое движение закрепилось. Говорит, работа над ошибками в спорте – это процесс непрерывный. Я занимаюсь не первых десяток лет этим, и каждый раз после выступления на соревнованиях или после какой-то тренировки я снимаю видео, я смотрю и понимаю, что мне еще работать и работать над собой. Поэтому тем ребятам, которые занимаются пусть даже 5-7 лет, тут работы еще очень много. Сейчас этот вид спорта, включен в Олимпийский, будет представлен на играх в 2020 году. Поэтому интерес именно к этой разновидности каратэ сейчас особенно вырос. Отличительная черта – в нем уживаются разные направления. Например, Денис Михайлович начинал как сатокановец. Сейчас все свои основные регалии он получил как представитель школы ситарю. Я вообще приверзу советской школы каратэ, каратэ-сэне. И практически все стилевые направления, которые есть в мире, находят возможность уживаться на этой спортивной площадке. То есть это то каратэ, которое как спорт является миром, объединяющим началом для всего. Вот этим мы отличаемся от всех остальных в первую очередь. Помимо занятий в своем клубе единоборств в Москве, Денис Клюев дает много мастер-классов по всей стране. По его наблюдениям, чем дальше от столицы, тем более мотивированы дети на занятия, заряженные на высокие достижения. Рязанский не исключение. Он рад делиться с ними своими знаниями, сравнивает свою работу с творчеством флориста. Он видит, когда цветок распускается. Вот здесь примерно такая же ситуация, как только у ребенка начинает получаться, он начинает радоваться. Вот эта радость и результат – это для меня самая важная награда. И вот сегодня мы с младшей группой работали. В конце тренировки я увидел совсем другое по сравнению с тем, что было в начале. И для меня это уже большая радость. Вечером шестикратный чемпион России проведет первое занятие для взрослых. Завтра продолжится работа со всеми членами регионального отделения ВКФ. Елена Серегина, Роман Копралов. Новости. Рязань. Редактор субтитров А.Семкин